Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. Очень благодарю за отзывы, комментарии. Очень много было отзывов о том, кого перевести на новый уровень. Давайте-ка, друзья, я зачитаю. Итак, за Микки из Ведения 1 подписчик, за Микеланджело из Космоса 2, Железную Голову 1, Донни Фильм 1, Керби Мышь 1, Лису Алапекс 2 подписчика, Змея Кара 1, Эприл Кунаичи 2, Лео Космос 1, Леофильм 2, Нейтрализатор 1 и Пицелисой 1. И наибольше набрал Донни Ведения, это 5 подписчиков. Ну что же, друзья, поднимаем мы сегодня Донни Ведения на платиновый уровень, согласно ваших отзывов и комментарий. Итак, здорово, друзья, повышаем, повышаем этого замечательного героя, и Донни Ведения поднимается. Ну что же, друзья, не могу устоять, давайте-ка мы его сразу же прокачаем до максимального уровня. Вот такой вот сегодня у нас будет классный герой. Кроме того, друзья, давайте-ка улучшим его способности, его на разные ступени. Итак, вот удар глыбой, свернуть горы. Донни понимает топор и с размаху бьет им о землю, выбрасывая валун, который он головой отправляет во врага. Увеличивает силу атаки на 75%. А если я улучшу до четвертой ступени, вот увеличивает силу атаки уже на 100%. Ну что же, супер. Кроме того, друзья, давайте-ка улучшим удар молотом. Время молота. Донни с размаху, размахивается молотом, запускает его во врага. Вероятность 50%, ослабит защиту на 50% в течение двух ходов. А если я улучшу до четвертой ступени, вот, итак, вероятность 50%, ослабит защиту на 50% в течение трех ходов. Ну что же, неплохо. Кроме того, друзья, давайте-ка улучшим способность. Вот эту отправка сообщения. Донни помещает между собой и врагом образ тигриного когтя. Отпрыгивает назад и разрубает его пополам топором. Оскорбляя всех врагов на два хода. У 60% союзников появляется критический удар. Ну что же, супер. Итак, прокачиваем еще вот эту способность. И давайте-ка, друзья, я прокачаю первый удар Донни. Атака топором. Донни бросается на врага, нанося ему удар топором. При критическом ударе скорость цели снижается на 40% на два хода. Итак, супер. Вот, друзья, все, что мог, я сделал. Вот такой у нас новый классный герой. И вот, прошу его приветствовать. Ну что же, просто-просто здорово. Отлично, друзья. Да, ой, что это он делает. Я вот так нажал на него. И вот делает всякие интересные плюшки со своим топором. Ну что же, замечательно, друзья. Кроме того, вот двое подписчиков попросили, чтобы я сегодня купил 8х порталов и разных порталов. Ну что же, друзья, давайте-ка посмотрим, что там делается в магазине. Вот, и так, есть обычный 8х портал и все. Ну, два обычных 8х портала. Ну что же, давайте-ка я их куплю. Вот, и посмотрим, что интересного будет этих 8х порталов. Итак, вперед-вперед. Открываем колоду и здесь Бибоб классический, Стиранка, Карай, Рокстеди Кролик, Бибоб, Рокзар, Бибоб классический и Острозуб. Ну что же, неплохо. Кстати, вот, благодарю подписчикам. Подсказывается, что осталось совсем немного ингредиентов и уже можно будет еще кого-то из героев развить. Ну, пока давайте-ка еще откроем обычный 8х портал. Возможно, кто-то попадется из тех героев, которым мы поднакопим ДНК и не перейдут на новый уровень. Итак, Кейси Джонс фильм, Змей Кьюн, Кролики, Крахзар, Бакстер Стокман, Микеланджело Ролевой, Джастин и Донателло Оригинальный дубликат. Ну что же, здорово. Итак, мне кажется, друзья, я накопил Донателло Оригинальных, чтобы перейти на более высокий уровень. Давайте-ка я это проверю сейчас. Только вот откроем эту бесплатную колоду. Вот, отлично. Хан попал. Тоже неплохо. Итак, вперед, друзья. Давайте-ка посмотрим, что с моими героями. Нет, друзья. Если бы кто-то попался, если бы мы накопили ДДНК, он бы перешел наверх страницы. Давайте-ка я все на всякий случай проверю. Вот сколько у наших героев осталось, чтобы кого-то из них перейти на более высокий уровень. Итак, друзья, еще 4 ДНК и Биба по классическому я смогу перевести на более высокий уровень, либо Рокстеди классического. Вот, смотрю, кого еще не хватает. Ну что же, да, Леонардо классического тоже 8 ДНК нужны. Ну, будем пока собирать, друзья, а там посмотрим. Итак, да, вот 6 ДНК на Микеланджело оригинального. И было бы здорово его перевести на новую звезду. Ну, ничего страшного. Итак, друзья, в бой. Вот, идем с командами от наших подписчиков. Вот, первым написал мне Миша Егоров. Вот, попросил он взять испытания, друзья. Вот, я, честно говоря, сегодня думал идти по турниру и по, вот, по смятению с другого усмирения. Вот, Миша Егоров прошел, просил, просил испытания. Городская война тени на солнце. Но я, друзья, наверное, все же давайте сделаю отдельное видео. Поэтому пока, Миша, твою команду не беру. Берем, друзья, следующую команду от подписчика. Вот, сделаю специальное видео с твоей командой. Итак, следующая команда от подписчика. Файтер Фраер. Вот, просил передать привет Ярику Костюку. И я, друзья, тоже в начале видео передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, друзья, особый черепаший привет. Миша Егорову, Ярику Костюку, Кириллу Лихацкому и Имран Крутой. Еще Демьяну Башкирову и Элтон Ахвердиев. Вот, привет, вот, пришли, привет, привет, просил вот этот Элтон Ахвердиев еще передать всем нашим подписчикам и зрителям. Ну что же, здорово, друзья. Итак, пойдем мы с вами в бой на турнир. Вот, не играл я вчера, поэтому, друзья, опять упал на вторую ступень Лиги Мастеров. Кстати, нам пришли награды. Вот, пришла награда за Лигу Мастеров на 3 звездочки, 150 долларов и 36 монеток. И еще Кавабанга за 10-й день Рождества. 500, 500 вот этих монеток зеленых. Ну что же, супер, друзья. Благодаря им, кстати, я могу еще подкупить новых героев. Подкупить ДНК. Ну что же, не будем тянуть. Давайте-ка пойдем в бой. Итак, первая команда от подписчика, как я уже говорил, Файтер Фраер попросил взять, поддравить Ярика Костюка и взять колоду. Взять колоду. Давайте-ка я возьму героев посильнее, чтобы это было поинтереснее. Итак, Сплинтер. Рок Стэди Мультик. Рок Стэди Мультик. Где же ты, Рок Стэди Мультик? Вот он. Неплохая команда. Леонардо Мультик. Отлично. Вот есть он. Шреддер Мультик и Майки Мультик. Вот, ну что же, неплохая команда. И еще давайте-ка Шреддера Мультик возьмем, сразимся. Давайте-ка, друзья, доберемся до третьей звездочки Лиги Мастеров и пойдем в Сметение из другого измерения. Либо же, друзья, будем собрать самые сильные команды в Сметении, а на турнирах более слабые. Ну что же, смотрю, друзья, есть здесь сил. Силом является Голубит и мы попытаемся его выбить в первую очередь. Итак, удар Шреддера из воздуха и просто-просто вот так выбивает безнягу Голубя Пита. Очень хороший удар. Сплинтер прокачивает команду, добавляет кучу бафов и мы попытаемся выбить Мандагека. Вот возле него и появился зеленый тригольчик, поэтому удар будет более сильный. Отлично. Просто здорово. Вот пытается что-то сделать Микеланджело. Ага, друзья, он сделал иммунитетную свою команду, но это, я думаю, им не поможет, потому что у нас есть Рокстеди, вот так своим огнеметом сейчас хорошенько прожарит врагов. Ну что же, просто здорово. Отлично. Еще воспользуемся гранаткой нашего Микеланджело и попробуем добить классического Донателло. Так, Микеланджело, давай-ка, да, выбивает, выбивает вражеского Донателло. И осталось только сделать массовую атаку Шреддера и враг должен быть сокрушен. Да. Вот такая вот хорошая, идеальная победа. Просто-просто здорово. Итак, интересно, на каком мы месте и на как здорово мы с вами передвинемся по турнирной лестнице. Ну и сейчас мы это увидим. Итак, заработали мы с вами 1235 кубков и 1235 бонусного мутагена. Очень неплохо. Вот переместились на 48 место и дальше идем по турнирной лестнице. Итак, вперед. Вот, друзья, смотрю, кто дальше вот к следующей команде. Артем Кузнецов вот написал свой состав. Попросил взять Рокстеги, Бибопа, Шреддера из мультика Пицелиций и Раф Классический. Ну что же, очень интересная команда. Давайте-ка мы пойдем навстречу. Опять же, выберу я противника посильнее. Вот 78-й, 79-й уровень. Довольно-таки серьезный враг. Но я не думаю, что они смогут сильно повредить нашим героям. Итак, Рокстеги, друзья, есть. Теперь нужно найти Бибопа. Бибоп, друзья, у нас не прокачен. Но, тем не менее, друзья, он молодец. Поэтому, друзья, я думаю, с такими сильными напарниками он не пропадет. Итак, ищем, ищем Бибопа. Где же эта розовая няшная свинка? Вот он, 60-го уровня, правда. Но ничего страшного. Ему будет помогать прокаченный Шреддер. А Шреддер у нас 100-го уровня. Вот из мультика неплохо. Еще возьмем Пицелицева и Рафа Классической. Вот насчет Рафа Классического, друзья, не уверен. Итак, где же наш Пицелиций? Вот, давайте-ка я найду. Он у нас 80-го уровня. Вот, жаль, конечно, что не попросили его взять на платину. На Донателло изведение тоже очень классный герой. Итак, неплохо. Давайте-ка, Раф Классический. Вот, давайте-ка я его поищу. Наверное, где-то я его пропустил. Итак, где же наш Раф? А, да, друзья, я забыл. Мы же его прокачали. Мы же его прокачали. Рафа Классического. Он у нас сейчас довольно-таки крутой. Вот сейчас он, в принципе, должен у нас быть на 80-м уровне. Итак, где же наш Раф? Классический. Ищу, 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 ищу его. Вот он. Итак, бой, друзья. Очень интересный бой. Главное, чтобы выжил наш Бибоб. Вот я смотрю, нет ли у кого из наших героев, чтобы привлек внимание. И давайте-ка, друзья, я попробую выбить Хила. Хилом является Эйприл Анил. Итак, хороший удар Шредера. И сможет ли он выбить? Не смог. Вот, довольно-таки серьезный удар. Но до победы далеко. Ага, давайте-ка я воспользуюсь массовым ударом нашего Рафа Классического. Итак, массовый удар. И Эйприл Анил выбито. Ну что же, просто-просто здорово. И давайте-ка еще попробую выбить этой каменной глыбой. Бакстер Стокмана бросает каменную глыбу и добивает. Ну что же, просто здорово. Отлично. Еще раскаленный сыр от нашего Пиццелицева. И вражеская команда. Вот та, та и здоровье. О, пытается что-то сделать Донателло из мультика. Вот, но автомат, водяной пистолет нашего Биба Покролика ему это не даст. Ага, ну в принципе 60 уровень. Очень слабенькое повреждение. Но массовая атака Шредера сейчас уже закончит дело. Итак, вперед-перед Ниндзи. Наносят урон. И вот такая вот потрясающая победа. Итак, супер, друзья. Очень неплохо мы сыграли. Вот следующие подписчики. Следующая команда. Поджигатель Пироман. Вот, давайте-ка возьмем его команду. Поднимемся сейчас по турнирной лестнице. И в бой. Очень хорошо. Итак, команда от Поджигателя Пиромана. Микки, Морозная Кошка. Ну, конечно, это сладкая парочка. Их разлучать нельзя. Итак, Микеланджело. Микеланджело, Морозную Кошку я сразу же нашел. А Микеланджело надо поискать. Вот он рядом, в принципе, был возле Морозной Кошки. Вот, супер. Итак, Кожеголовый, Рафаэль и Голубь Питт. Рафаэля я тоже видел. Вот он. Кожеголов и Голубь Питт. Кожеголов, Кожеголов, Кожеголов. Где же ты, Кожеголов? Сейчас мы тебя найдем. Вот он, Кожеголов и Голубь Питт в начале, друзья. Мы его уже прокачали до сотого уровня. Очень прикольный герой. Хотя для своего уровня, я считаю, он слабоват. Ага, друзья, он только 90 уровня. До сотого мы его еще не прокачали. Ну, ничего страшного. Пишите в отзывах, кого прокачивать. Если что, я его могу и докачать. Итак, первым делом, конечно же, давайте-ка прокачаем атаку и уклонением. Наш Микеланджело танцует. И вот теперь наши герои могут пить. И смотрите, какой прикольный бой. Голубь Питт против Голубя Пита. И кто же победит? Клюет наш Голубь вражеского Голуба. Ого, Микеланджело классический нанес нашему Голубе Питту. Вот урон. И Морозная Кошка опять же попробует забросать снежком Голубя Пита. И да, Голубь Питт заморожен снежком нашей Морозной Кошки. Очень неплохо. Давайте-ка сейчас попробуем выбивать Рафа из видения. Очень серьезный герой. Очень серьезный противник. Да, да, да. Вот смотрите, как здорово наш Раф из мультика нанес ему урона. И да, вот погибает, погибает. Вот еще наш Кожеголов нанесет массовый урон вращению. Ага, вот побега по удар не прошел. Но возможно Микеланджело свои гранаты выбит сплинтера. И так, очень хороший удар. Неплохо это все получилось. Вот и надеюсь, что Голубе Питту удастся добить сплинтера. И так, удар его лапками и не удалось. Зато вот здорово ему нападал сплинтер. Вот неплохо. И еще удар Морозной Кошки. Возможно все же зацарапает. Да, да, удалось. Удалось нашей Морозной Кошки зацарапать сплинтера коготками. И остался только Микеланджело классический и Бибоп из мультика. Ну что же, ничего страшного. Вот Рафф вперед. Хороший удар и Микеланджело выбит. Супер. Просто остался у нас Бибоп из мультика. Давайте-ка Кожеголовым пусть хорошонко нападаст Крэнгом. И удар прошел мимо. Вот это сверху Сирюкент. Он дает уклонение. И наши герои ничего пока не могут сделать. Хотя, вот да, вот прошел мимо удар Голубя Пита. А вот Морозная Кошка не промахнулась. Здорово зацепила Бибопа. И Рафф тоже промахивается. А вот Кожеголов и Кожеголов промахивается. Микеланджело. А Микеланджело уже добивает. Ну что же, идеальная победа. Просто здорово, просто здорово сработали наши герои. И мы перемещаемся вверх по уровню. Вот вперед, вперед, вперед. Давайте-ка, друзья, посмотрим, какие здесь у нас... Вот как мы сейчас на какое место передвинемся турнирной лестнице. Итак, вперед. На 20 место мы попадаем еще немножко. И уже окажемся в третьей лиге мастеров. Нужно быть, конечно же, в лиге мастеров, чтобы получать максимальные награды. Очень они важны для развития нашего аккаунта. Итак, вперед, друзья. Следующая команда от подписчиков. Вот Кирилл Лихацкий и его состав. Синегами, Карай, Рафмульт, Леомольт и Сплинтер. Ну что же, довольно-таки интересная команда. Причем, друзья, помешанные мальчики-девочки. Вот, мне кажется, это здорово. Плюс еще Сплинтер. Давайте-ка, друзья, я возьму команду посильнее с Морозной Кошкой. Мне кажется, это будет интересный бой. Итак, Синегами и Карай. Вот две подружки. Давайте-ка мы сразу же их и выберем. Вот, Карай я нашел. А теперь нужно искать Синегами. Синегами, Шинегами. По-разному вот называют ее подписчики. Ну вот, девчонок мы нашли. Теперь нам нужен Раф из мультика и Лео из мультика. Вот, отлично. Вот, здорово. Раф из мультика есть. А где же Лео? Вот он. Очень хорошо. И еще нужен Сплинтер-учитель. Ну что же, вот такой вот забавный, забавная команда, друзья. Очень-очень необычная. И она мне понравилась. Вот, девчонки 80 уровня, парнишки и Сплинтер сотого. Вот, посмотрим, как мы сможем справиться. И сразу же Карай наносит удар куна и отметает. Немножко зацепило врагов. И нам нужно добивать морозную кошку. Вот, хило вражеского. Да, удар нашего Рафа, Леонардо прошел в цель. Вот, кроме того, Сплинтер еще прокачает способности наших героев. Неплохо. Пробафл. Досталось немножко шинигами. Вот, и давайте-ка мы выбивать нейтрализатора. Вот, если он ударит своими ракетами, это будет что-то. Очень мощный удар. И да, вот хороший-хороший удар. Вот, и я думаю, друзья, давайте-ка я еще прокачаю атаку. Итак, Раф вращает Саи, прокачивает атаку. Ого-го, и Бибоб сейчас будет стрелять массовой. Нет, вот здорово досталось шинигами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что делает, что делает? И я боюсь, что шинигами сейчас погибнет. Нет, пока выживает. Но, друзья, довольно-таки здорово ей досталось. Итак, попробую. Вот, ядовитым дыханием. Мне удалось добить нейтрализатора. И да, применю-ка я, друзья, танец с мечами нашего Леонардо. Вот, выбивает, выбивает врагов. И я надеюсь, удар сплинтеров и его катаной добьем рок-стеди классического. Ну что же, идеальная победа. Просто-просто супер. Очень хорошая команда и очень хороший бой. Ну, вот так здорово у нас все получилось. Давайте-ка перейдем дальше. И посмотрим, куда же мы перейдем в турнирной лестнице. Итак, идем-идем вверх, друзья. Перемещаемся на восьмое место. И еще один бой. И мы передвинемся уже в третью звездочку Лигу Мастеров. И следующая команда от наших подписчиков. Вот, это у нас Иван Тути Крути. Вот такой у него интересный ник. Иван Тути Крути. И его состав. Сплинтер. Давайте-ка сразу же выберу врагов. Сплинтер, Бакстер, Стокман, Стеранка, Раф, Мультик и Мандагека. Ну что я скажу, друзья. Такую команду не стыдно взять и смятение из другого измерения. Но давайте-ка пока мы уже пройдем по турниру, чтобы перейти на третью звездочку Лигу Мастеров. А дальше уже я с вами пойду дальше. Так, возьму вот эту команду посильнее. Здесь слэш 79 уровня. Поэтому бой будет интересный. Итак, Сплинтер. Сплинтер есть у нас. Замечательно. Дальше нам нужен Бакстер, Стокман. Дальше нужен Стеранка. Раф из Мультика. И Мандагека. Вот интересная команда. И я думаю, друзья, интересный будет бой. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот самый сильный герой это, конечно же, слэш. Но сбрасывать Кербимыш тоже, друзья, не стоит. Потому что это является хилом. Итак, попытаюсь я первым делом выбить хилы. Удар Мандагека. И вот половину здоровья удалось убрать. Кроме того, Сплинтер прокачивает вот бафы наших героев. Неплохо. Итак, вражеский Микеланджело бросает. И массовая атака. Ну, ничего страшного. И да, вот контратакой наши герои добивают. Отлично. А теперь ракетами забросаем Кербимыш. Ну, вот так здорово наши герои и повыбивали. Ну, вот так здорово сработали. Давайте-ка я еще кранатой попробую выбить слэша. Отлично. Бросает стиранка. Стиранка. И урон довольно-таки силен. Отлично. Удар Рафа с разворота. И вот Донателли довольно-таки здорово досталось. Ого. Разбушевался вражеский слэш. Пытается что-то сделать. Но Сплинтер его добивает. Кроме того, еще и Донателло вражеский атакует. Осталось два Донателло. Вот один попробовал защититься. Но граната Мандагеки. Вот навесила цепи. Уже неплохо. И давайте-ка я попробую при помощи катаны выбить Донателло из мультика. Неплохо. И ударная волна Бакстера Стокмана. И враг повержен. Ну что же, хорошая победа. Идеальный бой. Все у нас здорово получилось. Очень-очень даже неплохо. Итак, вперед, друзья. Вперед в атаку. Вот давайте-ка мы сейчас переместимся с вами уже на 3 в лигу. Мастеров на третью звездочку. И я перехожу, друзья, с вами смятение из другого измерения. Разве только команда будет какая-то слабенькая, друзья. Либо подписчик попросит, чтобы взять ее именно на испытание. И пойдем. И да, друзья, я забыл. А у нас же остается всего два боя. И будет вот бой с боссом Крэнгов. Ну что же, это будет интересно. Итак, вперед. Вперед, 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 друзья. И следующая команда от Рушан Толубаи. Рокстеди, Рокзар, Голуб Питт, Армагон, Микки Мультик, Сметение из другого измерения. Ну вот как раз, друзья, в тему написал Рушан Толуби. Итак, давайте-ка возьмем эту команду. Рокстеди, Рокстеди, Рокстеди. Возле Биба он должен быть. Вот он, есть Рокстеди. Только давайте-ка я ему здоровьечко добавлю. Кроме того, еще нужен Голуб Питт. Где же ты, наш Голуб Питт? Где-то здесь он должен быть. Но почему-то не вижу. Где же ты? А вот он. Вот есть Голуб Питт. Армагон. Ну, с Армагоном, друзья, это мы 100% уже выиграем. Вот Армагон, Армагон и его сила это что-то. Его две массовые атаки это просто здорово. Итак, и Микки Мультик. Микки Мультик. Кого-то, друзья, я пропустил. Сейчас я посмотрю еще раз. Ага, Рокзара, друзья, пропустил. Рокзара пропустил. Рокзар, кстати, у нас не прокачан. Но я, друзья, не думаю, что это не даст нам победить. Итак, бой. Вот есть Крысиный Король. Есть Бакстер Стокман. Будет очень непростой бой. Но я думаю, друзья, мы победим. Итак, вперед в атаку. Вот нужно выбивать первым дерлом нам Бакстера. Ой-ой-ой, вредные грибы, смотрите, что сделали. Появилось уклонение. А мы тем же, той же самой монетой. Вот Микеланджело танцует, появляется уклонение. Ну и давайте-ка я попробую. Нет, бесполезно пока бить Бакстера Стокмана. Давайте-ка я попробую запинать вот этого пока гриба. Вот, отлично, с грибом мы справились. Теперь, ну, друзья, сильные удары здесь не будут проходить. Поэтому, друзья, нужно бить как-то вот так. Вот постепенно будем бить. Надеяться, что будут проходить удары. Итак, мимо, мимо удар нашего Рокстеги. Посмотрим, пройдет и Микеланджело. Да, прошел удар неплохо. Удар голубя Пита тоже прошел замечательно. Замечательно, просто-просто здорово. Давайте-ка еще удар Армакона. Вот супер. И Бакстер Стокман добит. Остался только человек гриб. И мы попытаемся сейчас его добить. Ого-го, что делает? Что делает, что делает? Давайте-ка, друзья. Нет, я думаю, смысла лечить пока нет. Хотя, если дойдет очередь до голубя Пита, нужно будет это воспользоваться. Итак, висит звездочка. Да, вот пусть голубь Пит пока подлечит команду. Вот, кушает хлебушек и подхиливает команду. Ах, проходят мимо удары, друзья. Ну вот, наконец, Рокзару удалось пробить уклонение и все же добить вражеского героя. Ну, а теперь не нужно затягивать. Нужно выбивать вражеских героев, потому что вот наш Рокзар может погибнуть. Все же он у нас слабоват. Вот, враги довольно-таки сильны. И мы попытаемся все же это сделать. И да, давайте-ка я сделаю танец нашего голубя Пита. Тоже появится уклонение. Вот. И да, да, да. Есть массовая атака у нашего Армагона. Но я хотел бы сначала догрызть вот мутагеноида. И так, плывет Армагон, грызет, грызет, грызет и догрызает мутагеноида. Просто хорошо сработал. Удар свожу духа раздара. Не смог добить крысиного короля. Ох, ох, ох. Досталось Рокзару. Стреляют еще кренги. Вот достается немножко нашим героям, но это уже ничего не... Ох, ох, атака крысиного короля. Ой-ой-ой, досталось нашему вот Рокзару. Но я надеюсь, что наш Рокзи все же добьет. Хотя урон уменьшен, но я думаю, должен добить. Да, крысиный король добит. Давайте-ка подлечим еще нашу команду. Не будем рисковать. Нужно проходить на три звезды. И попробуем запинать, заклевать вот голубям Пита эту тетеньку. Вот неплохой удар. И да, не буду, друзья, я больше играться. Удар Армагона из космоса. Вот и просто расплющил вражеский отряд. Итак, супер, хорошая победа, хорошая команда. Просто-просто здорово. Итак, идем дальше, друзья. И это Никита Кузнецов. Вот, просил он прокачать зэка и передать привет. Ну, привет мы передали. Вот, а, прошу прощения. Вот пропустил я где-то его сообщение. Вот, передаю Никита Кузнецов тебе привет. Вот, просил он прокачать зэка. Извини, дружище, но больше голосов было за до неведения. Итак, его команда, его состав. Шредер обыкновенный. Вот, ну, обыкновенный, друзья, я думаю, он имеет в виду из мультика. Итак, вперед. Шредер обыкновенный. Вот, где же наш шредер? Вот, шредер из мультика есть. Дальше, Бибоп, Рокстеди. Ну, что же, очень хорошо. Бибопа я нашел. Рокстеди тоже нашел. Саблезуб и Острозуб. Вот, ну, что же я скажу. Саблезуб, это, конечно же, здорово. И Острозуб тоже, но они всего 80 уровня. Поэтому, друзья, надеюсь я, что они не упадут. Если они упадут, друзья, должен буду отступить. Потому что, если не отступим, а погибнут герои, не получим бонусный сундук. Ну, надеюсь, все же, что справятся герои. Вы думаете, что сможете ворваться на технодром и бросить вызов мне к ренгу? Вообще-то, да, так и есть. Мы тоже, чуваки. Значит, вы решили работать вместе. Это неважно, у вас нет шанса против мощи технодрома или моего измеренизера. Пока пора ликвидировать вас ужасных рептилий раз и навсегда. Кто этому парню писал тексты? Ну, что же, интересный бой. Финал смятения из другого измерения. И я надеюсь, друзья, что наши герои смогут справиться. Так, вперед, вперед. Первым делом надо выбивать Рокстеди классического. Хороший удар. Вот, давай-ка, Бибаб из мультика тоже нанес довольно-таки хороший удар. Ага, появилась и скорость. Итак, надеюсь, что Саблезуба удастся выбить. Не смог, не смог выбить Рокстеди классического. Пытается нашему Рокстеди что-то сделать. А теперь удар шипами от нашего Острозуба. Ага, это что, Крэнг привлек внимание? Да, привлек внимание, тогда я воспользуюсь огнеметом. Итак, вот наш Рокстеди из мультика просто прожарил вражеский отряд. И на этом все закончилось. Давайте-ка еще подтанцуем. Появилось уклонение у нашего Бибаб из мультика. И я надеюсь, друзья, этого хватит, чтобы сразить Крэнга. Очень непростой бой будет. Вот довольно-таки силен Крэнг классический. Но мы попытаемся его победить. Итак, вперед, друзья. Вперед, бой. В атаку. Интересно, кто же будет первым атаковать. И первым будет атаковать Шреддер. Вот первый его удар. И вот немножко поцарапал. А вот теперь удар Саблезуба. Вот вращает своими механическими ногами. Довольно-таки тоже неплохой урон. Ой-ой-ой-ой. Граната, граната. Вот ох, как досталось нашему Саблезубу. Ну, теперь Унар наносит Бибаб. Вот половину здоровья удалось забрать уже нашим героям. Неплохо. Удар Острозуба. Вот неплохо. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, друзья. Как досталось, как досталось. Давайте-ка все же я подлечу вот нашего Саблезуба. Вот. И попробуем воспользоваться ударом Роксты из мультика. И так бьет. Вот еще один хороший удар. И так Саблезуб бьет и не смог добить. А вот Шреддер. Удар с воздуха, я думаю, уже точно добьет. Да. Победа. Победа, друзья. Великолепнейшая победа. И Крэнк побежден. Ну что же. Супер. Просто-просто здорово. Отличнейшая победа на три звезды. И мы прошли с вами испытания смятения из другого измерения. Все миссии на три звезды. И так, святой Гакомоле. Мировая была разборка, чуваки. Ага. И эти позеры не так уж плохи. Позеры. Ты кого назвал позером? Панцы вместо мозгов. Чуваки, успокойтесь. Мы как раз хорошенько нападали к Рэнгу. Это нужно отпраздновать пиццей. Ты сказал пиццей. Вперед. Я тут за углом знаю мировое местечко. И так, здорово, друзья. Игра пройдена. И мы с вами получаем колоду ДНК из другого измерения. Супер. И так, давайте-ка посмотрим, что же в этой колоде. Леонардо оригинальный. Донателло классический. Леонардо оригинальный. Леонардо классический. И монетки. Супер. Кроме того, еще вот такой бриллиантовый сундук за 100% завершение. И все сундуки, друзья, у нас собраны. Ну, а теперь давайте-ка откроем сундуки и посмотрим, какие же награды нас ждут. Итак, ДНК Мандагека. Змея Карай. Ингредиенты. Ингредиенты. Ну, что же, пока только ингредиенты. Да, вот ДНК Кейси Джонса. Макмен. Вот неплохо. И все. Следующий сундук. Рафаэль оригинальный. Ого. Микеланджело оригинальный и Микеланджело оригинальный. Неплохо. А здесь Рафаэль оригинальный. Рафаэль оригинальный и Микеланджело классический. И в бриллиантовом сундуке Рафаэль классический. И еще вот одна ДНК, Рафаэль классический, вернее, 2 и 3 ДНК. Ну что же, супер, очень-очень здорово, друзья, сыграли, неплохие команды. Вот, итак, давайте-ка посмотрим, не появился ли у нас новые герои, каких мы могли бы прокачать. Теоретически, должно было бы бросить их наверх, но пока, друзья, не вижу, почему-то не бросило. Значит, не накопил я достаточно ДНК, чтобы перевести героев на новые звездочки. Вот смотрю, нет ли кого, чтобы не хватило бы пару ДНК, чтобы перевести. Ну, пока-пока-пока, друзья, честно говоря, не вижу. Хотя, вот смотрите, Микеланджело от оригинальной 3 ДНК, и мы переведем его на пятую звезду. Итак, давайте-ка я сейчас зайду в магазин Микеланджело оригинальный. Возможно, удастся купить. Итак, предметы. Вот, Микеланджело оригинальный, Микеланджело оригинальный, где же ты? Да, друзья, за 75 монет могу я купить 3 ДНК, и Микеланджело оригинальный перейдет у нас на пятую звездочку. Итак, давайте-ка посмотрим, удастся ли это. Да, друзья, Микеланджело оригинальный сегодня у нас тоже переходит на пятую звездочку. Ну что же, супер, вот такой вот замечательный герой. Появляется у него новая способность за кадром. Микеланджело выпадает из кадра и свисает с отступа, а потом бросается на врага. Вероятность 25% вызвать оглушение на один ход. Ну что же, здорово. Итак, друзья, пока мутаген у меня есть, поэтому я прокачаю нашего героя до 80 уровня. Вот так, здорово. Ну что же, вот такой появился у нас герой на 5 звездочек. Вот, кроме того, еще могу прокачать до второй ступени его способность продвижения по сюжету. Микеланджело черпает вдохновение, читая книгу комиксов, с вероятностью 100% у союзника появляется невосприимчивость к отрицательным эффектам статуса в течение одного хода. С вероятностью 10% у всех союзников будет уменьшено время перезарядки способностей. Ну, а я так понимаю, друзья, это иммунитет. Ну вот, здорово, что мог я сделал. Дальше, друзья, идем с вами. Давайте-ка еще пройдем немножко по турниру. Рура сегодня так рано закончился. Вот, бой смятений из другого измерения. Не хочется, друзья, мне уже сегодня начинать. Давайте-ка мы лучше пойдем с вами с командами по турниру. И следующая, друзья, команда у нас от подписчиков. Вот, смотрю, друзья, кто написал следующую команду. И Артем Тимофеев попросил, чтобы я взял черепашек из видения и Эйприл Кунаичи. Ну что же, Артем, с удовольствием беру твою команду. Вот, смотрю, команду наиболее сильную. И вот с Рафом из видения, мне кажется, это будет интересный бой. Итак, черепашки видения. Донателло видения вижу. Вот, Леонардо видения. Раф видения. И еще остался у нас Микеланджело видения. Вот неплохо. Плюс еще Эйприл Кунаичи. Давайте-ка найдем эту хорошую героиню. Итак, бой, друзья. Очень интересный бой. Команда Артема Тимофеева. Отлично. И первым делом давайте-ка я запрещу, друзья, вот врагам подхиливаться. Вот удар нашего Леонардо бросает кувшин. И вот так здорово нанесен урон. И тем более, друзья, не смогут враги подхиливаться. Ну что же, очень классная способность нашего Леонардо из видения. Причем, друзья, вы видите, у врагов тоже оказался Раф. Итак, не дадим ни единого шанса. Выжигаем Донателло. Вот ролевика. Он является хило. Теперь при помощи вот этой каменной глыбы. Да, вот наконец-то Донателло. Его сегодня мы прокачали. И посмотрим его способность. Очень неплохо. Кроме того, я думаю, воспользоваться массовой атакой нашего Микеланджело из видения. Итак, белки бегут и наносят неплохой урон. Ну и финальное завершение. Вот цепная молча от нашей Эппи Лукуновича. Ничего себе не смогла, не смогла добить врагов. Пытается что-то делать Донателло из мультика. Ого! Бакстер Стокман как здорово нанес урон нашим героям. Но Леонардо из видения своим луком добивает врагов. Ничего себе! И до сих пор Бакстер Стокман не выбит. Ну, наш Раф из видения огненной атакой его дожег. Вот просто жег. И так просто супер. Итак, отличнейшая игра. Отличнейший бой. И отличнейшая команда. Вот благодарю подписчика за его команду. Итак, дальше, друзья, в бой. И следующая команда это от подписчицы Адил Аралов. Прошу прощения, вот по-английски написано. Возможно, я некорректно прочитал фамилию. Адил Аралов. Возможно, это подписчик. Поэтому заранее прошу прощения. Но мне вот сложилось впечатление, что все же это подписчица. Возможно, ошибаюсь. Итак, давайте-ка посмотрим, как удастся сейчас. Вот, здорово. Итак, переместились на 79 место. Давайте-ка, друзья, я думаю, еще сделаем 3-4 боя. И на этом уже будем заканчивать видео. Так как есть ограничения у моей программы для записи видео. Итак, возьму команду с Рафом из видения. Морозной кошкой. Довольно-таки прикольные враги. И команда от Адил Аралов. Вот, Леонардо Космос. Вот, по-моему, мы еще сегодня, друзья, Леонардо из Космоса не брали. Давайте-ка я его поищу. Вот он. Есть Леонардо из Космоса. Леонардо Мультик. Вот интересная комбинация, друзья. Отлично. Леонардо ролевой. Вот с ролевиком, кстати, не очень хорошо. Ролевик у меня не прокачан, друзья. Поэтому бой... Конечно же, вот два эти героя вытянуть в команду, тем не менее, бой будет непростой. Итак, ролевик Леонардо. Вот 60-го уровня. Брэдфорд. Брэдфорд, Брэдфорд, Брэдфорд. А где же пятый герой, друзья? Криса Брэдфорда. Это вот выбрала подписчица. А вот пятого героя и нету. Так, Крис Брэдфорд. Итак, друзья, еще раз перечитаю. Вот нет, друзья. Вот написала Леонардо Космос. Леонардо Мультик. Леонардо Ролевой и Брэдфорд. А пятого героя нет. Вот эти герои, к сожалению, не смогут справиться против пяти героев. Хотя, друзья, давайте-ка попробуем. Давайте-ка попробуем сразиться вчетвером. Вчетвером, хотя здесь, друзья, видите, у нас довольно-таки слабые герои. Но просто Леонардо из мультика, он круче всех. Поэтому, друзья, мне кажется, даже вчетвером у нас большой шанс выиграть. Главное первым делом убрать морозную кошку. Тогда проблем не будет. Итак, атакует Рафа. И я первым делом, друзья, попробую. Вот, думай, применить ли массовую атаку или убрать кошку. Нет, давайте-ка я все же уберу вот кошку. Потому что, если я ее не добью. И да, вот есть защита от наших героев. Вот, супер. И это победа, друзья. Я уже уверен, все у нас здорово получится. Кроме того, еще прокачиваю атаку. Вот. И я уверен, уже ничего враги не смогут сделать. Очень хорошо. Ага, враги тоже прокачивают атаку. Вот, бьют нашего Леонардо из ролевика. Его массовая атака. Вот, здорово. Ой-ой-ой, друзья. Появились звездочки. Появились звездочки. Итак, массовая атака нашего Лео из мультика. Ну что же, практически враги сокращены. К сожалению, ролевик Леонардо упал. Но, тем не менее, друзья, это победа. Итак, добиваем врагов. Ага, Крис Брэдфорд еще выпил жидкость, чтобы усилить защиту героев. Но это уже ему, друзья, не поможет. Итак, Леонардо добивает. И еще удар из космоса нашего Леонардо Космического. Ага, неплохой был удар. К сожалению, не удалось добить. Итак, нет смысла уже ставить защиту. Добиваем Рафа из видения. Ну что я скажу. Был неплохой бой. Вот, к сожалению, Леонардо ролевик упал. Но по-другому и не могло быть. Итак, неплохо. Хороший бой. К сожалению, мало кубков заработали. Из-за того, что если мы берем мало героев, меньше кубка попадает. Вот я, конечно же, думал взять еще сюда Усаги Димба. Но мне кажется, это было некорректно. Итак, здорово, друзья. Смотрим дальше. И следующая команда от подписчиков. Имран Крутой попросил, чтобы взял я его команду. С удовольствием, дружище, иду тебе навстречу. Итак, команда от Имрана Крутого. Усаги, Армагон, наверное, он имел ввиду. Кролики, Донни Космос и еще Лео Мультик. Ну что же, дружище. Вот возьмем твою команду. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот выберу врагов покруче, чтобы это было интересно. Итак, Шмрэдер плюс еще Вижу Слэш, Бибоб из мультика, Микеланджело Вигене и Донателло оригинальный. Что же, это будет интересный бой, и мы посмотрим, и постараемся здесь выиграть. Вот Армагон я сразу увидел. Усаги, где же наш Усаги и Зимба? Да, вот Усаги еще мы тоже сегодня не брали. Кролики, кролики, по-моему, друзья, да, тоже сегодня не брали. Итак, вот команда из тех героев, которых мы сегодня не брали. И Донни, Донни Космос. Вот что удивительно, этих героев еще сегодня не заказывали, кроме Лео Мультика. Вот Лео Мультик. Итак, очень хорошая команда в бой, и посмотрим, друзья, что из этого получится. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот есть, друзья, я вижу здесь Хилл, но мы сначала прокачаем все же защиту и контратаку. Усаги и Димба танцуют, вернее, отбивается от стрел и прокачивается. Отлично. И давайте-ка сформируем с кролика вот такого вот прикольного робота. Трансформируется в робота и наносят массовый урон. Урон и враги просто-просто сокрушены. Вот можем мы, конечно же, добить их ударом космического объекта. Либо это метеорит, либо астероид. Но мне кажется, прикольнее будет догрызть. Вот сокрушает еще Слэша Нас Леонардо. И посмотрим, кто же. Ого-го-го, решил бросить бомбу оригинальный Микеланджело. Вот так здорово Усаги его добивает своей контратакой. Отлично. Биба танцует танец, но мы не дадим ни одного шанса. Итак, удар из космоса Донателло Космического. И вот ничего себе, и Микеланджело из видения выжил. Ничего себе, это было что-то. Вот трудно после такого удара выжить, но тем не менее, это ему удалось. Но от катаны и удара Усаги Димбы трудно уклониться и выбит. Очень-очень хороший бой и очень хороший удар. Итак, идеальная победа. И мы передвигаемся с вами по турнирной лестнице. Все выше и выше. Итак, друзья, вот не засек я время, сколько мы уже с вами играем. Вот мне кажется, уже стоит заканчивать. Итак, давайте-ка я еще возьму одну команду от подписчиков. И на этом уже будем заканчивать видео. Видео, друзья, команды я беру подряд, чтобы никому обидно не было. Вот и следующая команда очень интересно называется. Подписчик Алапекс и Дони Космос. Вот так прямо и называется подписчик. Вот можете, друзья, зайти под предыдущим видео. Вернее, через одно видео. Потому что последнее видео я испытания со Шреддером бросал. А перед этим команда от подписчика. И вот Алапекс и Дони Космос наживается подписчик. И он заказал такую команду. Рокзар, Рокстеди Мультик, Сплинтер, Бакстер, Стокман и Супер Шреддер. Извини, дружище, Супер Шреддера нету. Поэтому вот не проходит, не проходит твоя команда. Извини, дружище. Ну что же, как-то вот так. И дальше, друзья, я еще беру вот еще состав. Состав Джанка Джанка. Все видение и Усаги. Вот очень интересная комбинация. Ну что же, давайте-ка я на завершение возьму вот эту комбинацию. Это уже под другим видео. Именно уже под испытанием со Шреддером. То есть я заканчивал все герои из 146-го видео. Вот, а уже на 147-м нету времени, друзья. Вот беру несколько, вот одну команду Джанка Джанка. И на этом уже будем прощаться. Итак, попросила все видение и Усаги. Ну что же, возьму я команду поселения. Вот 79-го уровня. Довольно-таки крутые враги. И Донателло из видения. Неплохо. Дальше у нас Леонардо видение. Раф видение. И еще где же наш остался Микеланджело. Плюс Усаги. Очень хорошая команда. Очень хороший бой будет. Итак, посмотрим. Итак, где же наш Усаги? Вот он. Вот он. Вот он. Итак, вперед в битву. Вот я тоже смотрю, у противника довольно-таки интересная команда. И Голубь Пит, и Стеранка. И еще и оригинальная черепашка, и классическая. Но я вначале, давайте-ка, друзья, попытаюсь выбить Голубя Пита. Вернее, давайте-ка мы запретим им подхиливаться. Бросает Кушин Леонардо и массовый урон. Ну что же, вот враг практически сокрушен. Но не дадим ни одного шанса. Итак, Усаги и Зимба прокачивают защиту и контратаку. Ну и вот, друзья, уже врагам нечего противопоставить нашей командой. Вот пытается Микеланджело усилить атаку. Но я выжигаю Голубя Пита ударом нашего Рафа из Ведьяния. Итак, супер. Голубь Пит выбит. Вот попытаемся еще выбить. Ну, я думаю, нужно, друзья, выбивать Сиранка. Вот его переметная атака это что-то. Ну, вот так здорово Сиранка выбит. А теперь воспользуемся массовой атакой Микеланджело из Ведения. Вот идут бой Белки. Носят довольно-таки приличный урон. И Леонардо не смог добить. Леонардо, надеялся, добьет. Тоже не смог вот добить. Значит, массовой атакой Усаги и Зимба мы уже сокрушим врагов. Итак, вперед-вперед Усаги. И вот так здорово добивает и идеальная вот победа. Ну, что же, просто-просто здорово. Итак, интересно, друзья, на какое место мы с вами передвинемся. Вот вперед, давайте-ка, 1285 кубков. Вот попадаем с вами на 48 место, друзья. И просто не хочется еще заканчиваться. Хочется еще взять команду от наших героев. Ну, давайте-ка, пока не завершится действие программы, я буду снимать. Итак, Демьян Башкиров. Вот, хотя, мне кажется, я уже брал его команду. Возможно, я ошибся. А ну-ка, друзья, секундочку. Демьян Башкиров, чтобы не обидеть других подписчиков. Хотя, возможно, я ошибся и его команды не было. Нет, наверное, все же не было его команды. Хотя, просто я ему часто передаю привет. Поэтому, как-то вот так. Итак, нет, друзья, не брал я его команды. Вот, вижу, он писал мне в прошлом видео. Но команды я не вижу. Наверное, все же не брал я его команду. Хотя, возможно, и ошибся. Итак, ага, вот состав для турнира. Стиранка, Раф, Ведение, Усаги, Микки, Мультики, Микки, Космос. Ну что же, давайте-ка, друзья, я все же возьму. Несколько команд пока работает программа. Вот, сразу же, друзья, пишу, пишите в отзывах и комментариях. Кого, друзья, мне прокачать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариях. Вот, довольно-таки прилично мы уже прокачали наших героев. Хотя, есть еще прокачивающие способности. Некоторым героям я буду пытаться вот собрать еще дальше ДНК. Ну и чтобы остальные герои. Итак, 30 ДНК уже супершредера я собрал. Сегодня еще пойду по испытаниях. Вот, думаю, еще собрать несколько десятков. Ну, а вы пока пишите, вот кому прокачивать способности. И кого вы хотели бы, чтобы я перевел на платину. Я могу обратиться к группе ВК и подписчикам, которые мне помогли. Вот, ссылка на этих ребят, которые помогли мне развить большинство героев, я оставлю в описании. Если вам интересно, обращайтесь к ним. Итак, друзья, идем дальше с вами по турниру. Пока есть возможность. Итак, команда от Демиана Башкирова. Вот, Стиранка. Стиранка, Стиранка. Давайте-ка я возьму команду посильнее. Вот, итак, где же наш любимый герой Стиранка? Да, отлично. Вот, давайте-ка мы ее отживим. Вот, неплохо. Раф видение. Отлично, отлично. Ищу Рафа видение. Вот он. Неплохо. Усаги. Ну, куда же без Усаги? Микки Мульт и Микки Космос. Микки Мульт нашел. А Микки Космос, по-моему, друзья, сегодня мы еще и не брали. Хотя я, возможно, и ошибаюсь. Да, Микки Микеланджело из Космоса еще сегодня не брали. Итак, вот такой вот интересный бой. Вот, попытаемся первым делом выбить Хила. Хотя нет, я вижу, друзья, есть у Атак и Уклонения. Поэтому давайте-ка мы сразу же и прокачаем вот эту способность нашего Микеланджело. Кроме того, еще прокачаем защиту у Контратака. Вот, мне кажется, вот эти две фишки у наших героев, две наилучшие. И вот, смотрите, сколько бафов у героев. Просто-просто здорово. Ну, а теперь можем применить массовые атакы. Итак, Микеланджело бросает коробку с чипсами и стреляет под ним лазером. И вот так здорово наносит массовый урон. Просто супер. Плюс еще массовая атака Рафа из видения. И вот вражеская команда просто сожжена. И Стеренко просто добивает своим пулеметом. Ну, вот, друзья, так легко и непринужденно команда справилась с врагами. Просто-просто здорово. Отлично, друзья. Итак, следующая команда. Толя Тобо Те. Давайте-ка я попробую взять его команду, чтобы не было обидно. И пока сможем, дойдем, покуда работает моя программа. Итак, вперед. Вперед, вперед, вперед. Вот беру команду с Донателло Ролевиком и команда Толи Тобо Те. Состав слэш. Нам нужен слэш. Итак, где же слэш? Вот, друзья. Еще сегодня, кстати, слэша не брали. Вот первый раз его заказали. Усаги. Усаги, куда же без Усаги и Дзимба? Отлично. Дони Фильм, Донателло Фильм. Донателло Фильм. Вот, кстати, Донателло Фильм тоже сегодня еще не заказывали. Так, давайте-ка я найду этого замечательного героя. Вот его удар дроном мне очень нравится. Рокстаги Мульт и Шреддер Классический. Так, Рокстаги Мульт. Рокстаги Мульт. Давайте-ка мы поищем. Итак, Рокстаги Мульт. Где же ты? Вот, друзья. Ищу, 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 ищу. Где же ты? Что-то, друзья, нет. Я не туда зашел. Слишком далеко. Итак, вот Рокстаги Мульт. Мы его сегодня брали, поэтому где-то он здесь. Вот, друзья, вижу. Рокстаги Мульт. Есть и Шреддера Классического, а вот и Шреддер Классический. Итак, вперед бой. Вот интересный бой. И посмотрим, что... Ага, здесь два хила, друзья. Два хила, поэтому давайте-ка не будем рисковать. Сразу же прокачаем защиту и контратаку. Вот, здорово. И попробуем первым выбить кролика. Рокстаги Кролика. Итак, удар с Шреддером. Вот, наносит очень крепкий удар. И, честно говоря, слабовато. Слабовато. Возможно, Слэш своим ударом его расплющит и тоже не смог добить. Ого-го-го-го. И что делает? Делает Донателло. Подхиливает вредного Рокстаги Кролика. Ничего страшного, друзья. Сейчас мы применим какую-то массовую атаку. И, я думаю, все же добьем Рокстаги Кролика. Ух, какой оказался шустренький. Вот. И да, вот удалось, удалось контратакой нашему Саги и Зимбе его добить. А вот теперь время за дроном нашего Микеланджело из фильма. Ну, что же, очень неплохо. Плюс еще огнемет Рокстаги. Вот так здорово прожарили вражеский острят. И наибольше досталось бедняке Сплинтеру. Вот его-то мы, друзья, и добьем. Итак, удар у Саги Зимба. Катана наносит уран. И вот Сплинтер выбит. Супер. Ну, еще вызовем, конечно, подмогу из другого измерения. Итак, вызывает Шреддер классический. И вот только остался у нас Слэш с ролевиком Донателло. Ну, массовая атака нашего Слэша должна их выбить. Вот удалось выбить Слэша. А вот какой вот все же сильный ролевик Дони. Вот супер. Итак, великолепнейшая победа и классная команда. Вот благодарю подписчика. Вот. Итак, друзья, давайте все же я больше не буду затягивать. Возьму сейчас уже точно последнюю команду. И на этом уже закончим видео. Итак, переместился я на 26 место. И последняя команда на сегодня. И это у нас Адил Оролов. Адил Оролов. Кстати, у нас, по-моему, уже была Адил. Вот в прошлом я брал. Ну, какая-то немножко по-другому. А нет, была. Была, да, вот была. Ага, друзья, я брал ее команду. Вот. Я вижу, что что-то такое было. Значит, следующий подписчик. Вот. Смотрю, друзья, кто же следующий подписчик. Огонь и лед, друзья. Огонь и лед. Лео мультик. Ну, давайте-ка, друзья, выберу врагов. Итак, Лео мультик. Леонардо мультик. Вот супер. Дальше у нас Раф ведение. Неплохо. Вот так. Армагон. Армагон. Армагон где-то в начале. Вот супер. Кролики и Шреддер классический. Ну, что же. Очень интересная команда. Вот. И Шреддер классический. Ну, вот, друзья, давайте-ка я возьму вот эту команду. И на сегодня уже с вами будем прощаться. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот. Ого. Какая интересная у врагов команда. Вот. Две классические черепашки. Нейтрализатор. Еще. Вот. Вижу. Микеланджелоизведение. И сплинтер. Итак, давайте-ка мы первым делом трансформируем наших кроликов в робота. И нанесем сокрушительный удар. Итак, кролики бьют. И практически половину здоровья, большую половину вражеского отряда у них убирает. Шреддер классический. Еще накачивает кучу бафов на наших героев. Неплохо. Давайте-ка мы догрызем вражеского Рафа. У него есть хил. Итак, Армагон плывет, ползет, летит. Ну, по-моему, больше похоже, что летит. И вот догрызает Рафа. Супер. Вот попытаюсь я добить нейтрализатора. Вот самый мощный удар Рафа. И вот прожарим Хандрашенко Микеланджело из видения. Вот супер. Ну что же, просто здорово. Пытается что-то сделать вражеский сплинтер, но это уже ему не поможет. Итак, удар Донателло. Вот. Но удар наших кроликов формирует колесо. Вот просто какие-то кролики-трансформеры. И выбивает этого забавного героя. Итак, супер удар Шреддера. Вот берет два меча, вращает и сплинтер выбит. Ну что же, вот такая вот идеальная победа. Супер, друзья. Итак, на этом, друзья, я сегодня уже с вами прощаю. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, пишите в следующих отзывах и комментариях, вот какого героя переводить на новый уровень. Вот. Кому качать способности. Я буду ориентироваться согласно ваших отзывов, комментариях. Вот. Буду прокачивать способности. Либо вот прокачивать героев, собирать ДНК. Ну, конечно же, больше на способности. Ну, и пишите свои команды. Вот. Итак, всем пока-пока. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик, возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.